Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Наступило то время, когда многие из нас уже понемногу начали высаживать свои томаты. Ну высаживаем пока или те, кто живет в теплых регионах, или те, кто имеет теплицу. Я вот тоже начала высадку томатов в теплицу и вспомнила, что очень многие у меня спрашивали, что нужно добавлять в лунки при посадке. Я всем говорила, что расскажу позже, когда буду садить. Вот сейчас это позже наступило и я сейчас расскажу, но как всегда разделю на две темы. Сначала я расскажу, что рекомендуют специалисты и что положено ложить, добавлять в лунку. Потом расскажу, как делаю я. Эта тема тоже неоднозначная и тут, как и во всем, что касается огородов, вариантов много. Все зависит, во-первых, от вашего грунта. Если, например, грунт у вас бедный, неудобренный, скудный, есть такие вот как песчаные, вот совсем песчаные почвы, то, конечно, добавлять в лунку нужно много чего. Есть у людей, наоборот, участки очень плодородные. Или они сильно удобрены, вот привозят перегной, чернозем, или просто они расположены в черноземной зоне, где очень хорошая земля. Там люди могут вообще избежать вот всех этих искусственных добавок. Если земля хорошая, то испокон веков никогда никто ничего не докладывал, если земля хорошая и грунт плодородный. Все любые, вот такие, о которых я сейчас буду говорить, агрохимия, все химические добавки, относитесь к ним очень осторожно. Все они портят вкус наших продуктов. Не вкус, а содержание в них полезных веществ. И даже если эта разница неощутима, все равно, добавляя вот такие вот химические, именно фабричные удобрения, мы приближаем наши томаты к покупным, к магазинным. Все прекрасно знают, что они совсем не такие, как наши. Если вы хотите именно натуральную, экологическую продукцию получать, то лучше как можно меньше добавлять вот таких. Но я расскажу сейчас, что советуют, рекомендуют специалисты, как положено. Конечно, весной все рекомендации вот именно вот этих всех агрономов, докторов наук, кто в области растениотства всякие делают, как испытания многолетние, все они советуют добавлять, должен быть добавлен фосфор и калий. В каждую лунку. Тут везде есть норма расхода. Обычно всегда пишут 25-30 граммов на метр. И лучше всего эти удобрения, конечно, всегда говорят, что лучше осенью под перекопку. Но если вы осенью ничего не добавляли, и грунт у вас бедный, повторюсь еще раз, если вам требуется, если вам это необходимо, то можно добавлять вот такое, например, фосфор. Суперфосфат двойной. Тут у них расход 20-40 граммов на метр. 20 это столовая ложка. Достаточно одной десертной, или в крайнем случае столовой ложки, вот на такую лунку. Если вы будете большую площадь разрабатывать, одну столовую ложку положите, вам этого хватит. И такое же любое калийное, сульфат калия можно добавить. Но есть еще удобрение, чтобы нам не мучиться, специально сделано вот фосфорно-калийное. Если вы добавите вот такое удобрение, то вам не надо будет два удобрения добавлять. Тут есть и фосфор, и калий. Вот именно эти элементы необходимы нам для внесения весной. Не забудьте, вот написано без азота, не забудьте, что весной мы никогда не добавляем азот, чтобы избежать жирования томатов. Если вы добавите азот, у вас рассада будет толстая, жирная, красивящая, с такими мясистыми листьями, но все это будет в ущерб цветению и образованию плодовых кистей. Не забывайте, только фосфор и калий. Ну и тут тоже такой же расход. Расход он везде вот 25-30 граммов на метр. Это значит, на метр квадратный. Это значит, если вы посадите редко, например, на расстоянии 70 сантиметров лунка от лунки, то одну столовую ложку в лунку добавите, вам будет достаточно. Кроме этого, это я вам рассказываю, как советуют специалисты. Я не всегда так делаю. Кроме этого, всегда рекомендуется добавлять перегной. Это вот как раз то самое вещество, которое может заменить азот как химического, вот такого фабричного производства. Если азот в гранулах фабричный мы не добавляем, то перегной рекомендуется весной добавлять. Во-первых, видите, у него какая консистенция, рыхленькая такая, почва будет мягкая, рыхлая. У кого она недостаточно жирная, будет питательная. Вот перегной всегда добавляется. И, конечно, зола. Все специалисты рекомендуют добавлять и золу, потому что зола – это кладезь витаминов, микроэлементов. Все, что требуется растению, это в золе есть. Я не буду перечислять, там очень долгий, большой химический состав. Только не забудьте, что зола только от сжигания дерева, древесная зола. Если вы топили углем, хоть немного там угля, ее не нужно, ее нужно исключить. Только вот такая именно древесная, мягкая такая зола. Все. Если вы вот это добавите в лунку, еще раз напомню, весной при высадке нужно обязательно добавлять фосфор, калий, перегной и золу. Этого достаточно, если у вас бедный грунт, если у вас неудобренная земля, если вы не меняете землю, не добавляете новую, то, конечно, вот без этих удобрений не обойтись, рассада будет и урожай будет не очень полноценный. Но все-таки, если у вас есть возможность, то лучше все-таки привести хорошую жирную землю, добавить в лунки вот этой земли, перегной и зола. Урожай, поверьте, будет такой же. Очень многие люди обходятся без всех этих суперфосфатов, без фосфора, без калия. Но, если вы работающий человек, если вам некогда потом заниматься подкормками, поливами, с внесением вот этих элементов, то лучше добавить весной. Вот, из этого видео вы, наверное, поняли, что вариантов много, можно добавить весной сразу и потом целый месяц уже туда не касаться, не подкармливать, не поливать. Если у вас время есть на более тщательный уход за своими растениями, то можно ничего этого не добавлять, а потом делать или подкормки, различные опрыскивания, ввести вот эти микро- и макроэлементы другим способом. Если грунт хороший, лучше избежать вот этих химических элементов. Но стандартные рекомендации специалистов я вам озвучила. Весной должны растения получить фосфор, калий, желательно еще перегной и зола. И тогда у вас будет прекрасные растения и хороший урожай. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это видео на тему что рекомендовано положить, что нужно положить в лунку весной при высаживании.